Крылатое заклинание. Где-то далеко в городе без названия жили два брата. Младший Огнив и старший Гектор. Как-то жарким летним днём братья сидели у открытого окна в тени большой груши. Дерево росло так близко, что братья могли, не выходя из дому, срывать его сочные плоды. Но ни Огнив, ни Гектор не любили груш. Спелые плоды падали на землю и гнили. Смотри, какая-то нищенка собирает наши груши, сказал Огнив, увидев бедно одетую женщину под деревом. Ну и что, пусть собирает, кому они нужны, ответил Гектор. Это мои груши, я никому не позволю их собирать. Огнив выбежал на улицу и стал прогонять бедняжку. Пошла прочь, закричал он и, подняв с земли гнилую грушу, бросил её в нищенку. Груша больно ударила женщину, она заплакала и поспешила уйти. Так случилось, что в это время по другой стороне улицы проходила колдунья Брагомора. Её возмутило поведение мальчика, и она решила наказать жадину. Колдунья подошла к Огниву и, глядя ему в глаза, стала шептать крылатое заклинание. Двумя беззащитными белыми птицами будете с братом в небе кружиться, а чтобы это заклятие снять, тот, кто обидел, должен признать. Был он неправ, был он жадным и злым, но больше не хочет быть таковым. Чтобы исправить ошибки свои, чисто сердечно попросит прости. Только успела Брагомора это произнести, как Огнив в тот час превратился в белого голубя. В ужасе он взлетел на окно, где сидел старший брат, но вместо него увидел голубя с хохолком на затылке, какой был у Гектора. — Ничего не понимаю, Огнив, что произошло? — недоумевал Гектор. — Это всё из-за этой оборванки. — Старая колдунья превратила нас в птиц. Но почему? Я не хочу быть голубем. А она не сказала, как снять заклятие. Придя в себя, спросил Гектор. Говорила что-то про жадность и о том, что нужно попросить прощения, но я был так зол на нищенку, что ничего не запомнил. Со стороны разговор Огнива и Гектора был похож на обычное воркование голубей. Поэтому не было ничего удивительного в том, что, вернувшись домой, родители не узнали своих детей и прогнали пернатых прочь. Братья не знали, что им делать. Они долго летали над городом. С высоты птичьего полёта он казался не таким уж большим, каким они его себе представляли. «Очень хочется есть», — пожаловался Огнив брату. Тогда полетели в парк. По выходным туда приходит много народа, и там мы обязательно найдём, чем поживиться, — предложил Гектор. Жители действительно любили приходить летом в городской парк. Здесь можно было любоваться цветами, наслаждаться прохладой фонтанов или просто посидеть на лавочке в тени высоких зелёных деревьев. И, конечно, многие из них брали с собой что-нибудь для голубей. В парке их было множество. Огнив и Гектор увидели, как кто-то достал булку и полетели к нему. Добрый горожанин оторвал кусочек и бросил голодным птицам. Братья принялись было есть, но у них ничего не получалось. Кусочек постоянно отскакивал, и его приходилось догонять. Не успели Огнив с Гектором приспособиться клевать. Как налетела стая голубей. Хлопая крыльями, они быстро расправились с булкой, и вожак стаи подлетел к братьям. Я Сизый, это моя территория, а вы кто такие? Сурово набросился он. Ты что, не видишь? Мы тоже голуби, и это была наша булка. Попытался дать отпор Огнив, за что больно получил от Сизого клювом по макушке. Из чьей вы стаи? Снова спросил Сизый, готовясь повторить клевок. Голуби недружелюбно окружили братьев. Мы сами по себе, ответил Гектор. Он не собирался ни с кем драться. Так не бывает. В городе есть три стаи. Большой клюв живет со своей. На чердаке городской ратуши. Его территория центральная площадь. Стая Одноглазого живет на балконах, и все кормушки в городе его. Парк моя территория. Если хотите здесь остаться, будете жить по моим правилам. Нашли еду, зовите стаю. Первые ем я и моя подружка Гулька. Затем остальные голуби. А мы? Не выдержал Огнив. Когда едим мы? А вы, новенькие, едите последние. Все понятно? Сказал Сизый. И не дожидаясь ответа, взлетел, чтобы сделать круг почета над парком. Стая полетела за ним. Ну вот, теперь из-за этой нищенки нам придется доедать за этим надутым голубем. Злился Огнив. И все же братья остались в парке. Отдыхающих было много, и еды на всех хватало. Так прошло лето, и наступила осень. Гуляющих в парке стало меньше, а иногда из-за дождя и вовсе не было. Никто больше не кормил голубей, и несколько дней. Гектор и Огнив вообще не ели. Нахохлившись, братья-голуби сидели на ветке. Вдруг они увидели, как старушка, проходившая через парк, рассыпала семечки. Голодные они бросились есть и не заметили, как к ним подлетела стая. Сизый сбил Гектора с ног и заклевал бы, если бы не гулька. Оставь их в покое, они давно ничего не ели, вступилась она. Ну и что? Они нарушили мои правила, поэтому пусть убираются из моего парка. Увижу их здесь еще раз, заклюю. Пригрозил Сизый и полетел делать круг почета над своей территорией. Стая полетела следом. Пришлось братьям покинуть парк. Но и стая большого клюва на центральной площади тоже не приняла их к себе. Птицы голодали, и лишние рты им были не нужны. Выпал снег. Найти еду можно было только в кормушках, где хозяйничала стая одноглазого. Вожак и вправду был одноглазым и имел угрожающий вид. Но братьев в стаю принял, хотя у него тоже были свои правила. Нашли новую кормушку, она ваша, а из чужих кормушек есть не смейте, иначе будете иметь дело со мной. У нас каждый сам за себя, сказал одноглазый и улетел. Все кормушки в городе были заняты, а новые люди ставить не спешили. От голода у братьев не было сил. Они прыгали с подоконника на подоконник, стучали клювами в окна, выпрашивая у людей крошки, но в ответ часто слышали кшшшш. Или пошли прочь. Вот жадины, негодовал Огнив. А ты вспомни, женщину, которую прогнал, ей тоже нечего было есть, сказал брату Гектор. Но Огнив был не согласен. Если б не та нищенка, не унимался он, сидели бы мы сейчас у себя дома в тепле. Это из-за нее мы превратились в голубей. Может, хватит кого-то обвинять? Ты сам во всем виноват, не выдержал Гектор. Огнив обиделся на брата, но спорить не стал. В этом городе жил злой птицелов, как куль ибн гуль. Он ловил птиц и делал из них чучело. Потом относил на рынок на продажу. Но чучело никто не покупал. Всем было жалко несчастных птичек. Кокули злился, но ловить птиц не прекращал. Так случилось, что именно у него на подоконнике и поссорились братья. Какая удача, потирая руки, сказал птицелов, птички сами летят сегодня ко мне. Он без труда поймал Огнива с Гектором и посадил в клетку. Комната, в которой жил Кокуль ибн гуль, была вся заставлена полками. Вместо книг на них стояли чучело. Каких тут птиц только не было. Но внимание братьев привлекло то, что стояло на столе. Ибн гуль только что закончил над ним работу. По сизому оперенью в нем можно было узнать вожака стаи из городского парка. В клетке рядом кто-то тихонько заплакал. Нас всех ждет та же участь, печально сказала соседка. Это была гулька. Не переживай, мы что-нибудь придумаем, ответил ей Гектор. Ему очень хотелось успокоить взволнованную голубку, и он обнял ее крылом. Гектор знал, что клетку можно легко открыть. Он клювом откинул крючок, и дверь отворилась. Я не могу оставить их здесь, сказала гулька своему спасителю. В комнате жестокого птицелова было еще много голубей из ее стаи. Гектор и Огнив открывали клетки одну за другой, выпуская птиц на свободу. Кокуль ибн гуль в это время точил свои ножи на кухне. «Клюй его!» — крикнул Гектор, когда ибн гуль вошел в комнату. Птицы все вместе набросились на своего мучителя. Злой кокуль, спасаясь бегством, выпрыгнул в окно. Больше его в городе никто никогда не видел. Птицы были благодарны братьям за спасение, но очень удивлены, ведь никто из них не знал, как открывается клетка. Братья рассказали им свою историю о том, что они на самом деле люди, и как колдунья превратила их в голубей. Мне стыдно за свой поступок, признался Огнив. Я хотел бы все исправить и попросить у бедняжки прощения. Только вот где ее искать? Сам того не подозревая, Огнив выполнил первое условие крылатого заклинания. Братьям повезло, птицы знали эту женщину, она часто подкармливала их. Голуби с радостью показали ее дом. Увидев стаю птиц, женщина вынесла им угощение. «Прости меня, прости!» – изо всех сил кричал ей Огнив, надеясь на чудо. Но чудо не происходило. «Может, она просто не понимает птичьего языка?» – сказал расстроенному брату Гектор. Гулька переживала за братьев и все время была рядом с ними. Ей еще в парке понравился Гектор. «Нет, это я во всем виноват. Из-за меня, Гектор, ты стал голубем. Прости меня, если сможешь». Огнив был так искренен, что даже не заметил, как снова стал мальчиком. Вот только его старший брат по-прежнему оставался голубем и продолжал ворковать с Гулькой. Так-так, мое любимое крылатое заклинание разрушилось. Рядом с мальчиком появилась Прагомора. «Но почему мой брат остался голубем?» – спросил колдунью Огнив. «Я здесь ни при чем, он влюблен, а там, где любовь, магия бессильна», – ответила Прагомора и исчезла. Этот урок Огнив запомнил на всю жизнь, ведь не все ошибки можно исправить. Он часто приходил в городской парк, чтобы покормить птиц и увидеть нового вожака – стаи. Голубя с хохолком, его подругу Гульку и их маленьких неоперившихся птенцов, одного из которых счастливые родители назвали в честь его дяди Огнивом.